Продолжение следует... Я посмотрела, что у нас порядка трёх человек. Тогда давайте, значит, если у вас какие-то вопросы по ходу, конечно, к сожалению, не слышу, это очень неудобно. Я приветствую вас всех, я рада, что вам интересно разработка креативных решений, могу сказать, что это было сложно. В целом, очень бы хотела вам рассказать, как, собственно, стать креативными, потому что прежде чем разрабатывать решения, надо как-то разобраться с понятием. Хорошо, что книги на эту тему существуют, но в целом данный курс в Корее вам поможет просто понять, что же такое креативное решение, как его определить, как его выбрать из большого количества, как выбрать то, которое нужно вам, потому что какой гриф, такой креатив, собственно, это совершенно честная формировка, которой пользуются все креативщики. Примерный план, по которому мы будем идти, он, собственно, здесь стимулирован, соответственно, мы поймем, что же такое креативное решение, что такое драйвер, как отличает креативную рекламу от... В принципе, конечно, любая реклама должна быть креативной. Иногда какое-то рекламное сообщение – это суть донесения информации, поэтому, в принципе, оно может быть достаточно сухим и достаточно, скажем, интересным. И самое главное, конечно, неинтересно в аудитории. Креатив как отражение бренда, ценностей и стратегии. То есть мы обязательно посмотрим, что же это такое, да, мы посмотрим, как это выглядит. Этапы. Здесь действительно есть этапы, слагаемые, даже некоторая формула, которую я для вас струбулировала, и я надеюсь, что вы сможете понять, как она работает. А триггеры вашей ЦА, да, на кого мы работаем, зачем мы это делаем, кто вообще эти люди и как жить дальше. С этим всем для вас это будет очень важная история, потому что если вы неправильно определяете, с кем вы работаете, то, в общем, скорее всего, ваше креативное решение не будет или не будет удачным. В общем, если оно не закончится скандалом, то вам уже повезло. В принципе, просто будет зря потрачены деньги на рекламу. Но в целом креатив – это очень сложная история, это палка о двух концах, и если оно не сработало в положительную историю, привет, кинговая, сейлз, оно может сработать в отрицательную. Все, конечно, об этом говорят, но я это называю метод шапокляк, когда люди просто делают ради того, чтобы делать, и как, называется, у всех бомбит, им от этого весело. Это не работа с брендом, это работа, скажем, на себя и ради своего удовольствия. Реализация креативного решения прогноза результата. Что мы хотим в итоге? Да, они измеримы. И в том числе мы говорим, что креатив вам никогда не даст. Никогда, вот ни за что, и чудес вообще не бывает. Креатив – это работа. Ну и, соответственно, измерение креативности в цифрах. Собственно, креативность в том виде, в котором оно есть, это, я взяла вот эту чудесную картинку, которая тренирует, это что-то новое, да, это какая-то, какой-то, иногда это фан, иногда на самом деле нет. Мы тоже рассмотрим сложные истории, как говорится, о сложных вещах. В принципе, это некий инсайд. Собственно, на креатив с точки зрения Википедии я специально взяла научную, скажем, формировку, чтобы было понятно, что это не то, что бы я сейчас там придумываю, это то, что есть на самом деле. Соответственно, это оригинальность, показатель, что стередует способность выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, очень признанных, и банальных, и твердоустановленных. Я специально выделю слово «банальных», потому что есть, скажем, самые простые решения. В принципе, в банковском секторе вы в 99 случаях для создания рекламы идете и берете из фотобанка красивую фотографию семьи, и эта семья, я это называю рекламой майонеза, эта семья совершенно... совершенно ничего. Она отражает ваш банк точно так же, как... или какое-то там финансовое отложение, точно так же, как оно отражает... как оно отражает майонез. То есть ваш банк или ваш эффект, или, там, инструментом, понравится в этот момент банка и майонеза, на пленнике, между которыми нет разницы. Способность видеть суть проблемы. Это тоже важно. У вас есть действительно проблемы или задачи, которые креатив должен решить. Вот если вы эту суть не нашли, или нашли не то, решение так же будет неправильно. Поэтому находитесь. И способность сопротивляться стереотипам. Именно сопротивляться. То есть все вам будут говорить, «Боже мой, так же нельзя!» Так вот невозможно, никто никогда так не делает. Все должно быть совершенно по-другому. И, в принципе, их людей вам надо как-то исключить из зоны своего влияния, назовем это так. Соответственно, именно сопротивляться стереотипам, потому что все креативные решения изначально проходили стадию, «Нет, невозможно, и так делать нельзя». И они прошли, реализовали стадии, «Да, так делается», и потом это переходит в стадию, «Да, это было круто», когда все остальные говорят, «Ммм, слушайте, а вот это было здорово!» Это такое новое слово на рынке. На самом деле это было не особое. Но креатив – это способность соединять, вычленять очень важные элементы и понимать их приоритизацию. Собственно, ваш бренд, я специально называю эту картинку, в надежде ничего, что она на английском, в принципе, она не такой сложная. У меня будет несколько элементов на английском, потому что, к сожалению, данные материалы в основном на английском больше, чем на русском. В том числе наши примеры… перевод или как-то переозвучить это, скажите, я, конечно, не синхронист, но я смогу. Значит, ваш бренд – это что вы делаете и говорите, соединенное с тем, что люди чувствуют. Вот вы ровно здесь посередине. Драйверы рекламы, которые есть, в виральном маркетинге. В принципе, почему именно в виральном маркетинге? Потому что именно вайрал-вирус внутри рекламы делает ее эффективной, креативной и интересной. В принципе, вайрал-вирус сам по себе должен быть в любой рекламе. То, что мы рассмотрим, мы рассмотрим примеры в том числе стандартной рекламы. Это реклама, которая была на телевидении, которая создана для именно видеопросмотра. В целом мы именно будем говорить о видео, потому что на данный момент видео в подавляющем тренде. 60% времени люди тратят на просмотр именно видео в интернете. И дальше эта цифра будет расти. В ближайшие годы это будет порядка 80. И поэтому то, что вам надо именно говорить о вирусах внутри рекламы. В принципе, то, что опять возвращаемся к нехорошему примеру, который делать нельзя, это, собственно, Тинькофф банк и авиасейлз. Авиасейлз это используют очень часто, но то, что люди про это говорят, то, что информация об этом распространяется. Это, в принципе, вирал. Просто вирус, он бывает позитивный. Допустим, то, что делает очень часто Virgin. Если вы знаете, у Брэнсона есть и банк, и авиакомпания. И в любом проекте, в котором участвует Брэнсона, он делает его виральным. Так вот, Брэнсон сам по себе, внутри проекта, добавляет большой ценности. Но он добавляет ценность положительную. В случае с Тинькофф банком, к сожалению, ценность отрицательная. Соответственно, то, что движется виральным маркетингом, это, соответственно, контент и его релевантность. То есть, кроме того, что мы создали, это тому, к кому он обращен, и насколько эти люди понимают то, что им сказали. Потому что неправильное рекламное сообщение или рассчитанное неправильно на аудиторию, оно в итоге дает возможность, не дает возможность внести информацию. То есть, если вы будете говорить трехлетнему ребенку о делах, то, скорее всего, он будет на вас смотреть на больного. Я как профессиональный маркетолог, я, собственно, не проходила, могу сказать, что это была самая сложная часть финансового менеджмента, которую я пыталась понять. Поэтому вы должны говорить с аудиторией на ее языке. Это очень важно. Вносить тот месседж, который понятен. Мы дальше разберем, как это все понятно, и будем разбирать разные месседжи на разные аудитории, разные решения. Это действие, да, это действие, которое, собственно, совершает маркетинг, совершает контент, и в том числе это то, что мы ожидаем, как реакция аудитории. То есть, если вы хотите какого-то вовлечения, то... Это все просто. Самое простое вовлечение и виральный маркетинг – это, собственно, реклама, это конкурсы, это расшарь на друга, поставь лайк, и вот это вот все, да, это... Просто пишите кривым текстом. Расшарь, поставь лайк, и не ждите, что люди будут... будут догадываться, что вы этим хотите. Безусловно, это цена. Цена – важный двигатель, но мы рассмотрим, как креатив помогает обосновать цену, потому что иногда, если особенно вы в лакшери-бренд, или если вы действительно хотите очень высокую на то, что считаете нужным, важным, скажем, интересным аудиторией, считаете уникальное свое предложение, то виральный маркетинг и креатив поможет вам обосновать, собственно, цену. Ну, самый яркий пример – это Apple. Выйдя с новым, неизвестным продуктом, смартфоном, с операционной системой, да, с собственным дизайном, в том числе, там, визуальным, да, на ощупь. Почему реклама Тинькофф неудачная? Простите, только сейчас занятие вопрос. Смотрите, в принципе, мы можем это дальше смотреть, или могу ответить сейчас. Она не всегда неудачная. Она не всегда, но последняя история с вот этим тестом, который вы должны пройти, и вы в итоге получаете, там, какой-то, ну, это называется хипстер-тест, на самом деле, вы получаете какой-то результат, который вы можете расшарить, и это один из результатов, там, в Европе, там, вы бы были участником ЛГБТ, а там, ну, там, геев нет. Во-первых, приступим в Крым, то есть, мы сэши, потом, там, окей, там, вы были бы геем. Ну, есть люди, которым это все равно, а в принципе, с точки зрения российской ментальности, и даже, с точки зрения, даже, самого Тинькова, да, это люди путешествующие, это люди толерантные, ну, одно дело бы, толерантным к тому, что кто-то гей, другое дело, когда себя назвали геем. Вот это неудачно, и самое главное, безусловно, это неудачно в контексте последнего трагедии в Орландо, когда, собственно, убили очень много человек, и это гей-клуб, и это связано, там, с исламом скрепами, и самая аудитория, которая, собственно, является клиентами Тинькова, или потенциальными клиентами Тинькова, она эту трагедию осознает. Соответственно, она осуждает то, что там, какую-либо ненависть, и отсыл к тому, что Крым часть России, и там геев нет, это отсыл, у нас скрепы, прямая ассоциация в том, что, типа, вот геи, геи в Европе, а тут у нас их нет, и мы такая чистая и прекрасная нация. В общем, с точки зрения, скажем, затрагиваемых эмоций в людях, это очень неудачно, потому что не надо никого ни с кем совпадать, не надо тем более отсылать к каким-то географическим и эмоциональным признакам. Яркий пример был просто неудачный, потому что, так, подобной же рекламы, не правильно рассчитанный моментальный корейский бренд, вышедший на американский рынок, и говорящий про то, что там, идеальное отбеливание форума. Проблема в том, что это white, именно white, это как white fall, это как цыгн, а нетолерантность к цвету кожи. И поэтому для Америки это очень белый цвет кожи, это ущемление прав. А то же самое для нашей аудитории. Сказать первое, что там, ты был в идее там, но вот женщине все равно, мужчине расстроится, любой, кстати, в России. И вторая история, это в том, что в Крыму геев нет, то есть в России их нет, то есть отдыхать в Крыму. Я надеюсь, я смогла вам объяснить, то есть это именно неправильные затронутые триггеры внутри аудитории. Это не дает никакой лояльности, это дает очень много вопросов. Серии, ребят, вы назвали меня федорасом или нет? Вот. И такая реакция аудитории, недоумение, непонимание, это прямая неудача рекламы. Спасибо. Простите. Ничего не ответили? Я думала, что может быть еще что-то. Соответственно, планирование и интеграция, да, интеграция, реклама, это тоже очень важно, да, планировать правильный момент, если у вас какое-то сезонное предложение, и планировать канал и интеграцию, и особенно это с, допустим, с блогерами. У меня здесь не будет примера с блогерами, потому что я не вижу ни одного удачного примера с блогерами. Я считаю, что текущий проект с точки зрения молодежной карты, которую Сбербанк пытается развивать, он очень тоже неудачный, потому что просто дать карту блогеру, пускай даже популярному, и сказать, типа, давай расскажем про нее, вот карточка, это неправильно, потому что никак не активирует аудиторию пользователя. Да, окей, блогер использует такую-то карту и совершает у нее какие-то покупки. И что? Что из этого должна сделать молодая аудитория? Если это какие-то скидки, то возвращаемся к этому драйверу по цене, которая есть. Если это какой-то фановый виральный контент, опять-таки мы возвращаемся к первому, насколько это релевантно. Так вот, просто, когда блогер или еще кто-то рассказывает, что есть такая-то карта такого-то банка, это ни о чем. То есть, окей, вы заплатили много денег, Сбербанк, да, донес информацию, да. Стимулирует ли он использование? Нет. Потому что возвращаемся к выбору по цене. А если у меня есть та же самая карта Тинькова, и она мне дает какие-то там бонусы, или, допустим, есть, там, все же самое, там, Сбербанк, спасибо. А для молодой аудитории вообще сложно получить где-либо карту, но есть система ICIC, если вы знаете, которая дает такую-то международную возможность использования скидов. Но, тем не менее, молодая аудитория, чаще всего, карта, это та, которой они получают стипендию. И они ее не выбирают. И чаще всего это сама по себе, конечно, карта Сбербанка. Вот, если это... Просто блогеры, это не креативный предыдущий слайд, помните, про подачу, вот, собственно, он очень важен. Драйверы рекламы, которые есть, это очень чаще, чаще юмор, это смех, но смех... юмор, это понятие относительное. Но, тем не менее, вот, совершенно прозрачные результаты опрос, что, соответственно, без юмора не показатель внимания к аудитории, к рекламе. И, соответственно, если это интересно, и если это вот, ну, lighthearted, соответственно, это вот, ну, зажгло. Да, вот, зажгло, если есть юмор. То есть, это вот как раз и есть та самая лояльность, то самое вовлечение, которое есть. Лояльность любого клиента к любому бренду, она автоматически дает возможность ошибок бренду. То есть, тогда, когда вы берете и, ну, там, в какой-то момент получаете вот эту эмоциональную привязанность, в другой момент, когда вы сделаете что-то не так, люди будут относиться к этому как, о, ну, бывает, но они, в принципе, хорошие парни, и у вас есть этот важный гэп исправить это. Этот важный гэп, он ваше. поэтому надо понимать, что для положительной репутации бренда юмор, шутки и возможность вот этого манипулирования эмоциями, она очень важна, потому что люди лучше всего напоминают плохое относительно брендов. Ощущение, что ложечки нашлись, а осадочек остался. Так вот, чтобы этот осадочек был минимальным, сделать максимально хорошие решения из возможных, которые есть. То есть, использовать любую возможность коммуникации. Драйверы рекламы с точки зрения месседжа, который как бы доносится до аудитории, я надеюсь, что разрешение скриншота хорошее, это, к сожалению, максимальное разрешение, которое мне удалось получить. Надеюсь, вы это видите в достаточно крупном масштабе. То есть, это когда только эмоциональное и высокое 40%, рациональное соответственно, это все равно получает отзыв, потому что люди возвращаются к предыдущим драйверам рекламы, люди ориентируются на сцену. Безусловно, если я узнаю, что где-то есть скидка и при таком же качестве того, что я люблю, то я пойду и куплю это там. Здесь просто эти цифры, они отражают то, что в целом в принципе нам с вами очевидно. Эти цифры я взяла для наглядной иллюстрации, чтобы вы понимали, как это все работает. Виктор, плюсуете относительно чего? Ну ладно, неважно. Значит, гениальная веральная идея, которая есть, которая должна быть в рекламе и которую вы должны в целом использовать. соответственно, это слагаемые, которые есть, которые в принципе очень важно то, что я хотела бы отметить, помимо того, что это фан, что это фреш, а, отлично, хорошо, поясняйте, пожалуйста, телепатия не моя сильная сторона, поэтому здорово. Вообще, в целом, пишите, если у вас есть какие-то вопросы по ходу, но здесь вот в этой картинке очень важное то, что создана история. Вот здесь вот в виральной идее действительно должна быть история, и история, это две части истории. Первая история, которую вы рассказываете, вторая история, насколько она ассоциативна с внутренней историей человека. То есть у нас у всех, допустим, мы посыпаемся утром, идем чистить зубы, а потом, значит, такие встаем, ну вот мне, допустим, регулярно приходит какая-нибудь смеска, Мария не забудет о том, платить регулярную сумму, какую-то, комиссию, платеж какой-то регулярный, интернет, допустим, надо будет платить пару дней назад. Вот я в этот же момент, там, на данный момент, да, я не должна идти в каком-то там автомату, чтобы зачистить деньги. У меня, допустим, может быть, настроена карточка, но я на всякий случай, честно говоря, не люблю эти настройки, потому что карточки теряются. Поэтому я предпочитаю это все-таки делать сомпоминание. Я пришла, это смс-каска, и я в этот же момент открываю мобильное приложение и в три клика, потому что, к счастью, у меня сохранена эта функция, да, делаю для, там, вот этот платеж. Другому человеку, безусловно, надо войти на какой-нибудь, допустим, там, портал, где-нибудь что-нибудь оплатить, или, допустим, там, ответ на смс, там, списать с телефона. Но есть понятная ваша аудитория, я сейчас, да, писала три, там, разные портреты аудитории, да, я, как человек, там, ну, скорее, диджитал-зависимый, я все время с этим телефоном в руках, я все время что-то с ним делаю, я все время онлайн. В принципе, я использую пользователь мобильного приложения, поэтому для меня важен этот интерфейс и эта история. Если вы рассказываете для меня, то рассказывать через интерфейс мобильного приложения, скорее всего, и связанный с этим историей. Если мы говорим про, там, человек, который должен пойти, там, на какой-то портал где-то онлайн оплатить, допустим, это, это вторая история, людей, которые, допустим, это регионы, это люди, пользующиеся больше компьютером, чем смартфоном, телефон, допустим, у них действительно там как смс, или, допустим, там, мобильный интернет дорого стоит, ну, или они не привыкли им пользоваться. А третья история, когда человек должен сюда-то пойти, где-то какие-то деньги зачислить, да, то, ну, примерно, допустим, моя мама, которая, собственно, 65, и которая, там, пойдет в отделение, там, почты, любого другого сервиса, который ей понятен. И она сделает через него, просто потому, что она точно знает, что у нее очень важная история, ей нужен чек. Моя мама чек-чека. И вот она его берет, она его сохраняет, и вот эта распечатка для нее, там, подтверждение платежа. Для меня цифровое подтверждение платежа имеет такое же значение, как для нее бумажное. Но для нее бумажное, это как документ, понимаете, без бумажки ты букашка. Вот, поэтому здесь очень важно, насколько действительно в вирусе вы используете какую-то понятную для аудитории ситуацию. Почему она не кликается дальше? Кликается, но медленно. Немного про мозг. Это буквально 5 секунд. Мне сказали, что вы, в принципе, проходили это, если вам что-то нужно дополнить, мы дополним это. Но здесь просто важно, потому что дальше примеры, они будут на женскую и мужскую аудиторию. На что рекламе ведутся женщины? Ну, там, на самом деле, много элементов. Я потом могу, или сейчас, может быть, после завершения. Я, в принципе, оставлю свои контакты, и вы можете мне в Facebook или там в Telegram написать. Я вам скину эти инфографики, которые я использую здесь, потому что, ну, часть из них вырезана. Вот это вырезана, там, большая инфографика, она просто была бы не видна на слайде. Женщины привлекают изображение групп подружек, увлеченных совместным занятием. Это важно. Действительно, женщины стори-теллинг для женщины и креативные решения, и креативные ситуации, да. Здесь ситуация интеграции креативной, скажем, ситуацию, понятную для женщины, она состоит, ой, подруга подруге сказала, у неё знакомая, и дальше вот эта вот история про, типа, моя бабушка всегда так делала. Мы, женщины, действительно, про вот эту вот общность, про, и когда что-то происходит, если вы, допустим, там, популярнейший, да, сериал «Обзор в большом городе», там, собственно, четыре подружки. Почему четыре? Вот такая общность, и, конечно, возможность разных образов, но, тем не менее, вот мы такие разные, но мы всё-таки вместе. Вот это очень важно для девочек, вот эта вот общность, и, ну, некоторое стадное чувство, поэтому, допустим, фэшн, с точки зрения трендов и виральности, он очень-очень силён для женщин, больше, чем для мужчин. И, ну, вот давить на этот трик, на эту кнопку своей аудитории, как бы, вы можете осторожно и правильно, но, как бы, понимая психологию женщин. А на что ведутся мужчины? Мужчины совершают импульсивные покупки, когда реклама для них простая и конкретная. То есть, вот, есть вот эта, я не знаю, бритва, и ей вот так вот бреются. Вот. И мужчины, как бы, это... В общем-то, если для женщины это должно быть, потому что, как бы, 80% женщин уверены там этой бритвой, то для мужчины, что, соответственно, это круто. Подсветкой, там, была какая-то вибрация, еще с какой-то ерундой. Про действия онлайн, тогда, когда вы, допустим, в мобильном приложении делаете какое-то там, какое-то извещение, и сейчас и здесь мужчина может там, в пограниченном там, каком-то времени, быстро что-то получить. Вот для него это сработает. Ограниченность предложения, ограниченность по времени, какой-то экшен, бежать, драться, я не знаю, что-то еще, то есть это мужская реакция активная. как бы вот этот импульс, если вы, если вы можете его вызвать, то вы можете вызвать импульс покупки. Но дальше мы поговорим о том, что в долгосрочном, в долгосрочном случае этот импульс покупки может не сработать. То есть импульсная покупка, и здесь с точки зрения этого вируса действительно очень важен. Он действительно может стимулировать это. отражение ценностей бренда и стратегии. Это очень важная история, потому что вот вы можете посмотреть, что именно большая идея, которая в центре, она собственно базируется на стратегии, она базируется на ценностях самого бренда, на какой-то персонализации в том числе для клиента. собственно видение, миссия, все вот эти вот круги, которые вот в центре, они являются основанием. Если мне просто сказали, что вы уже все это проходили, но я просто это проговорила, чтобы мы просто были в одном, скажем, в одном информационном поле. Сначала у нас есть миссия компании, допустим, у вас банк, да, и понятно, что 100% банков они надежные, надежные, какие там удобные, да, какие еще банки. Почему я говорю про майонез, да, потому что, честно говоря, когда я вот как-то выступала на, там, по поводу тоже креатива, например, креативной рекламы для банков, я позвонила своему знакомому, говорю, слушай, говорит, у меня тут какая-то... Он говорит, он говорит, он говорит, а в России вообще банки друг друга не отличаются? Это действительно так, есть несколько банков более-менее с лицом. Да, Тинькофф, допустим, тот же самый, пытается создать собственное лицо. Через что он идет, это другой вопрос, понимаете, как бы. Он говорит, через себя очень часто, и я не считаю, что это правильное решение, сталкиваться от себя, от какой-то конкретной личности, потому что все-таки не все фанаты Олега, если я помню, его отчество, ну, в общем, Батьковича. И поэтому, как бы, если мы говорим, допустим, про там, очень хорошее позиционирование, допустим, у Альфа-банка, но хорошее, но не недельное, потому что тоже там идет про путешествия, покупки и все прочее, но есть, по крайней мере, визуализация аудитории, что это там, серии 25+, что это достаточно успешные, что это достаточно там, много путешествующие, и поэтому, что и продукты на это ориентированы, видно, каким образом идет месседж. Единственное, допустим, по ребрендингу мобильного приложения, у всех креативщиков, которые знают, было большой вопрос, почему маки? Никто не знает, почему маки. Почему вот именно вот красный мак? С учетом того, что как бы очень большое количество вот этих вот активных аудиторов иначе в своей жизни пробовали наркотики и понимают, что мак это все-таки не цветок, который вставляет букет, это касающийся все-таки наркомании предмет. Да, найдешь, что надо еще его изготовить, но тем не менее, прямая ассоциация, она, к сожалению, с этим. Даже у меня, честно, очень на вы отношениях к подобным вопросам. Поэтому, ребята, вы там укурились, это была первая реакция вот этой вот креативной, думающей, путешествующей аудитории. И вот это, это было неправильно. Ну, на самом деле, как бы, как, знаете, как съесть, почему не то. Вот, никто не так не знает. Да, там было какое-то обоснование, что это, типа, простота, что эти там исходы. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Или это был... По-моему, это все-таки ВТБ. Вот, честно говоря, могу путать. А помните, Машков, еще другие актеры, которые участвовали в этой рекламной кампании? Да, я понимаю, на какую аудиторию они метили, да, аудитория бизнесменов, аудитория, там, людей успешных, но, тем не менее, помните всемирную историю Банк Империала? Вот, они себя ориентировали именно тоже на эту историю. Да, для того времени это была очень-очень креативная реклама. И они, да, вот у них было лицо. Вот, вот, в тот момент было лицо, это было там для людей богатых, успешных, да, ассоциирующихся с там, как привилегированной группой, людей, обладающих властью, в том числе, королевской, да, царской. И, да, там оно было. Сейчас, ну, если бы был такой банк, который сейчас, так же, сюда ассоциировал, то было бы глупо. Но надо понимать, что в тот момент среди красных пиджаков и там золотых венделей, которым всем срочно не хотелось, это было важно. И действительно, они тогда отхватили большое количество своей аудитории. Но сейчас с того банка нету в этот бизнес. Да, при этом, допустим, брендка Coca-Cola вообще, по-моему, не умрет никогда. В том смысле, что они даже коку, собственно, перестали туда класть. Но, тем не менее, сама по себе напиток остался точно так же популярен. Потому что коку для меня это вообще самый креативный, самый интересный проект, который бренд, который может быть. бренд-стратегия у вас состоит из карта, месседжа, других элементов, которые, собственно, должны влиять. Здесь, конечно, те элементы, которые здесь описаны, это не все. Но, тем не менее, допустим, да, то, что касается опыта customer experience, опыта клиентов, он, если он положительный, то, соответственно, вам надо акцентировать на это, а это надо исправлять. Действительно, это должно отражаться в бренд-стратегии, но мы с вами, к сожалению, не сможем это сделать. Самое главное, чтобы вы понимали, да, креатив вам не исправит, если есть отрицательный клиентский опыт. У меня опять ничего не шелкает. Да. Весьма управляет эмоцией. Собственно, какие эмоции вы хотите вызвать своим креативным решением, собственно, такие вы можете сделать. То, что того, лояльности, той, которую вы можете выстроить. Очень важно лайк. Здесь лайк, безусловно, это в том числе лайк эмоции. допустим, где-то того, что делает бренд, допустим, онлайн. Это просто измеряемая штука. Вы по этой реакции можете понять, что люди думают. Но, действительно, вот лояльность, она все-таки после любви. Потому что тогда, когда есть уже эмоциональная привязанность, это важно для того, чтобы стать вот именно Love Marks. Вот эта вот схема, которую я нашла прекрасную, она, собственно, как раз и показывает, что, соответственно, чем больше любви, чем больше уважения бренду и бренда в обратную сторону к аудитории. Это очень важно, потому что, да, меня слышат, меня понимают. В большинстве своем люди, испытывая какую-то неприятную историю с брендом, они все-таки хотят исправить эту историю. Это примерная шансность бренда. Почему? Поставила ее, чтобы вы просто понимали, что есть месседжи, которые, допустим, в той же самой независимости, то, что Nike на чем базируется. И вот этот, допустим, месседж «Just do it» это имеется в виду «Сделай это вопреки», «Преодолей себя», «Выйди за рамки», «Но, сделай это один». То есть, что это важно, что это твоя индивидуальная победа, это твоя независимость от, допустим, от слабости или еще от каких-то вещей. То есть, вот они на этом позиционируются, они через это идут. Ну, там, Икея, понятное дело, Харри Дэвидсон, как «Change», «Change» именно «Измени внутренние ощущения», «Измени себя», «Измени ситуацию», «Сядь на мотоцикл» и «Уедь в горизонт». И это работает. Что касается примеров, которые я обещала, да, вот оно, собственно, для Red Bull, стратегия лояльности, как они работают. Вы можете видеть, что, собственно, это имеет совершенно измеримую категорию появления этой лояльности, на чем она базирует. Ну, я понимаю, что Red Bull, да, допустим, это тот же самый эмоциональный бренд, это сложнее, чем выбор какого-то склада или финансового решения, но вы точно так же можете использовать эмоциональную базу. Банки очень часто это делают, и финансовые инструменты тоже боятся это делать, или делают это слишком серьезно и акцентируют на каких-то очень сложностях. Здесь вот именно сравнение Nike и Adidas, чтобы вы просто понимали, что, да, у них есть одинаковые категории, которые они используют, но я думаю, что по своему собственному опыту вы точно понимаете, что Nike идет в какая-то сторону независимости и акцентов на преодоление, да, и Adidas, он говорит о качестве, о спорте, там, просто, скажем, зож и всем прочим. То есть, у него нет такого четкого такого вот, ну, определения, скажем, себя, как независимые единицы. Кейсы, собственно, которые мы можем рассмотреть. о котике для Mercedes. Значит, можно мне, пожалуйста, примеры чего? Креативная реклама? Юля, можно вот... можно вот започнение, потому что я, в принципе, хотела показать сейчас примеры, но если вы, как бы, хотите о чем-то другом поговорить, давайте о другом. Коллеги? Истешено. Ну, давайте тогда я попробую запустить видео, которое у нас есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Котики для Mercedes. Почему? Это важная история, потому для, скажем, премиальных брендов нетипично использовать вирусную рекламу. Первая фобия, которая есть у любого бренд-менеджера, который, боже мой, я же сейчас испорчил бренд-бук. Да, и бренд-бук в принципе портит все остальное. Так вот, вирусы для сегмента премиум невозможно. Котики всем надоели. В принципе, котики, к счастью, как видите, никому никогда надоесть не могут. Юля, спасибо. Я рада, что вы все это слышали и продолжаете меня тоже слышать. Котики всем надоели. Котики – это вечная история. Не знаю, что они просто делают с нами, но если кто любит котиков, не могут их разлюбить и не могут... И видео с котиками, и фотографий с котиками не может быть много. Невозможно показать преимущество бренда через котика. Здесь, в принципе, показана вот эта вот обтекаемость и премиация, потому что, в принципе, такие существа, они плохое не выбирают. Другие, как видите, если вы знаете, коты греются на теплых машинах, это тоже понятная история. Ну, вот этот вот котик, который, соответственно, вот так вот плавно скользит, ну, вот, и все равно любит эту машину, и в целом есть другая реклама с котиком для Тойоты, но вот это вот очень важная история. Потому что здесь действительно использовано чувство юмора и интеллекта. Действительно, для премиум-бренда интеллектуальная шутка, ироничная, интересная, но при этом с милым котиком, она очень важна. А визуализация, удовольствие и комфорт. Котику хорошо. Котик получает удовольствие просто даже лежа на машине. Что же говорить, если котик окажется в машине? Универсальная реклама действительно не требует данного примера адаптации. По статистике Facebook 60% видео, которое там показывается, смотрится без звука. Вот здесь вот, в принципе, вот это вот мяу, которое там пелось, оно могло не петься. И, в принципе, вы все равно посмотрели эту рекламу, потому что этот котик скользящий, как, боже мой, это вот большое пушистое удовольствие смотреть просто на него, и он просто вот как-то вот прям видишь, что он вот мурлыкает, и теплый, и в общем, ну вот эта вот эмоциональность, вот, безусловно, я люблю котиков, поэтому, возможно, я также люблю этот ролик. Вот, но, тем не менее, очень многие любят котиков, поэтому берите и в нужном вам страховании. Как и страхование? Это второй ролик, он, собственно, про проект страхования, специально я его взяла по поводу того, что, Юля, вы просили, креативная российская реклама с точки зрения банков, считайте, не существует. То есть, максимально это была какая-то вот Angry Birds карточки, но это было давно, и это не было использовано максимально, на мой взгляд. Совершенно, то есть, в тех билдберах, которые были, они, да, они были, но сейчас, на данный момент, да, кто-то воспользовался возможностью сделать карточку тогда с птичками, но никто не лоялен по этому поводу конкретному банку. Но запомнили, да, что вот такой банк есть. Хорошо. Но дало ли это клиентов? Они не раскрывают эти цифры, но что-то мне подсказывает, что в целом не очень. Потому что, если бы было чем похвастаться, они бы похвастались. Вот. Если, я надеюсь, Юля, я вам привела как-то достаточно релевантный пример, если да, то напишите, если еще вы как-то что-то хотите узнать, то давайте сейчас посмотрим это видео и я, возможно, еще что-то расскажу. поцелуи, поцелуи, а никогда не полетит, я никогда не вырасту, потому что я умер от несчастных случаев. Это, собственно, пример того, что, можно говорить, делать креативную рекламу без того, чтобы... это популярная реклама. Здесь, к сожалению, у меня нет на скриншоте чист, но она набрала более 4 миллионов просмотров за несколько дней. Тогда, когда вы... там... даже если это полмиллиона, то, в принципе, он набирает миллион очень быстро. это реклама, это 200 тысяч просмотров за сутки, потому что мы, как бы, занимаемся подобной задачей, у нас есть... Я точно вам могу сказать, что, как бы, у популярных блогеров то, что они... то, что они... это, в принципе, должно быть просмотрено миллионами, там, тысячами, лучше, как миллионами. Так вот, это реклама, которая была запущена в онлайне. Это сделана реклама супербоула, бейсбольного матча, ну, точнее, даже не матч, а серии матчей ежегодно. И это очень... передача... 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 это очень... очень дорого время, и, так скажем... мотива. Вот это был один из лучших, самых популярных. Да, он вызвал скандал и не давание для части аудитории, потому что, как бы, но тем не менее, она, если говорить о банковской продукции, допустим, вы должны говорить про то, что, да, ты можешь остаться без пенсии. Вот для вас, допустим, такой же месседж может быть, что ты можешь остаться без пенсии, и ты можешь никогда не получить, допустим, там, твои дети не получат хорошего образования, допустим, да, ну, скажем, история жизни, да, которая могла бы быть у тебя и то, что у тебя есть. Допустим, там, логично, если бы сравнивали. И было бы это, да, потому что это расход и та история, которая, которая, как бы, может быть, рассказала аудитория для их, для их ценностей, для их, которые есть, да, для их мечт. женились, путешествовали, были счастливы, у них был первый поцелуй, там, придумывали какие-то свои ценности, и вот этого никогда не будет, потому что, потому что ребенок погиб. Но в наших силах собственно это остановить. Да, действительно, насилие бы, наверное, не пропустили в этот эфир, потому что если говорить про бейсбол, представьте себе ситуацию, да, сидит мужчина, у него пиво, у него чипсы, и он, он пытается, там, получать удовольствие от жизни, а ему тут про детскую смерть. Ну, в принципе, поэтому это сделан ролик на вот этом первой части фана, приключений, которые есть, и он очень, ну, то есть, как бы, вдохновляет изначально, а потом часть, которая, да, дети, которые могут вызывать, не нужно ли специально поставить эту фразу, потому что вы знаете, да, что, в принципе, там, изображение детей, и, допустим, ну, допустим, с точки зрения фотографии, это очень часто, там, разрешение родителей, потому что, там, детская порнография, и все, что с этим себя, показать это так, чтобы таких ситуаций не было. Опять-таки же, может ли Тинькофф делать какие-то прикольные игры, или какие-то прикольные тесты, которые будут без негативного подтекста? Теории может. Нет. Вот здесь вот было, здесь избежали, без негативного подтекста, это очень важно. Важно понимать риски, которые могут быть. То есть, риски были поняты, и поэтому, действительно использовано пространство воображения, да, когда покатал упавшим телевизором, мы представляем, что было на месте этой трагедии, потому что это стандартная бытовая ситуация. Помните, я вам говорила, что очень важна веральная история? Здесь есть история, причем очень много. на ребенок утонувший, но при этом она просто приполненная ванна. А ребенок, отравившийся химикатами, когда шел на кухне, разбросанные, да, просто вот эти вот банки. Но мы понимаем, что произошло, мы понимаем. Даже вот, но мы понимаем, потому что мы не своего детства, я тоже пойму. Самое главное, это очень универсальная реклама, которая на бабушек и дедушек, на родителей и, в принципе, на всех, кто так или иначе может быть вовлечен в эту историю. Да, и они выпустила рекламу в интернет, то есть люди, которые потом видели это на ТВ, они уже видели эту рекламу, и то есть у них просто, ну, то есть это была доисплата в дополнительной аффектации. То есть здесь очень важный эффект такого как бы важного закрепления, и очень сложный тема, но она виральна, она виральна и она не про фан. Почему я как бы специально вам асцентировала, что фан не всегда в виральной рекламе, креативной рекламе, потому что можно говорить на серьезные темы, можно и не, надо уметь. Это сложно, это сравнение, чем фан. Фан добавляет какого-то важного эмоционального увлечения, которое есть. Комедия для Эмироидс это еще один пример для Виктор, нет, не было. Процент негатива в районе, скажем, 15-20. Можно посмотреть потом по дислайкам, по комментариям, в группе, то есть это был такой баз, который, это шум людей, который был в социальных сетях, но в принципе они не могли ничего предъявить, потому что здесь очень важно, я не помню, показала, озвучила ли это, что здесь это проект, вот второе, да, решение, решение, которое было сделано, это не реклама продукта. Не было использовано, спасем ваших детей, сделайте, купите у нас страховой полис. Или, по крайней мере, если у вас дети умрут, да, то мы вам вернем деньги. Здесь нет этого, здесь именно реклама проекта, что щитите своих детей. Вот у нас есть социальный проект, и давайте поговорим о том, что делать. Да, какие страховые компании, но страхование не изменит ситуацию трагедии. В принципе, вся критика, которая была, она скорее из серии там, что это, ну, этой серии того, что людей, в принципе, это задело. Но здесь нету этого акцента на вымогательство, и, в принципе, проект очень удачен. Я вам ответила вопрос, Виктор? Если да, я пока поставлю... Понятно. Окей, ну, если вам понадобится какое-то дополнительное объяснение, или вы не очень с ним согласны, то, как бы, скажите, я поясню дополнительное. Давайте пока посмотрим чудесную Дженнифер Энистон. Продолжение следует... так, у меня, по-моему, интернет закончился. Продолжение следует... Собственно, Звездный сервис, да, так, как он может быть показан. Опять, виральная реклама для... Это ТВ реклама абсолютно, но ее очень приятно смотреть, потому что Дженнифер Энистон узнаваема, и, в принципе, сама по себе история похожа на фильм, да, когда ей снится кошмар, что вот она, значит, в халате посреди самолета ищет душ и, господи, душа-то нету. Как же она пойдет в бар в халате, потому что у Эмирейтс есть душ и бар, но это не Эмирейтс. Они начинают над ней смеяться, стерты, и, конечно, просыпается бедная в холодном поту, и дальше жалуются бармену, что, собственно, собственно, как, этого ничего нет, и какой кошмар ей приснется, вот, и, соответственно, заодно просят часик еще полетать. Собственно, фобии, которые были, это, опять-таки, да, брендбук, премиальность, как вот этот класс люкс, да, показать, вот, собственно, он таким образом и показывает, потому что, действительно, сама по себе Дженни Февеннистон ассоциируется с огромными генерарами, Голливудом, премиальным сервисом, которым привыкли звезды к ее уровню. И, но при этом, да, популярные звезды могут делать рекламу слишком серьезной. Я специально выбрала, допустим, Эмирейтс, а не там рекламу вложим к Луне про кофе, потому что все-таки кофе – это кофе. Да, это продукт, это там какой-то визуализации. Вы работаете с финансами, с сервисом. Банк – это прежде всего сервис. И банк должен тоже показывать, да, разные уровни сервиса. Так вот, в принципе, большинственного сервиса. Вот, для вас есть возможность показать, собственно, реальный сервис через различные решения. Безусловно, необязательно брать звезду, но в данном случае Эмирейтс сделала это именно потому, что первое, ее, она действительно как бы в своем образе, в несколько последних фильмов, она действительно богатых, успешных, ухоженных женщин. То есть, прямой образ, кроме нее самой. Но, тем не менее, она комедийная звезда, поэтому к ней сразу такое отношение, ну, нормальное, воспринимается шутками, она действительно хорошо сыграла свою роль. Через короткую историю было показано, было показано преимущество сервиса авиакомпании и сравнение с Энтови. Вот эта вот кошмарная часть, вот с этим кошмарным самолетом, это, знаете, самый лучший порошок. Если вы помните, да, то есть, обычный порошок в сравнении с обычным порошком, вот эти вот все ассоциации, потом вот этот бренд обычный порошок, который, собственно, прекрасно тоже вышел потом, потому что уже был полностью рекламирован. Здесь сравнение с конкурентами идет совершенно явно, оно, слушай, показано, но не придраться. Представьте себе, что, скажем, да, там, какая-нибудь там советская тетка в каком-нибудь там советском отделении ужасном, который ханит, значит, соответственно, клиенту, вот, все вокруг грязное, допустим, да, еще что-то такое происходит, да, и потом, как бы, ваш клиент просыпается, и он там случайно уснул там, допустим, там, две секунды, да, и он в кабинете, там, собственного личного финансового менеджера, вот, который, собственно, вышел, не принести кофе, да, клиенту, вот, и он такой, о, господи, мне сейчас за две секунды просто такой уже стряхнулся, такой уже снился, вот, и вы такие, да, да, как мы вас прекрасно отнимаем, как вы, хорошо. Вот, клиент такой, ой, мне так нравится кресло, если сейчас можно здесь еще немножко постыть, вот, потому что, в принципе, для, допустим, набросала, да, это, допустим, история премиум, премиум, блин, он там есть, он там просто есть, вот, и сама информация, что есть, люди как бы очень хорошо запомнили. Затронуть важные аспекты для премиум-аудитории, но уплатить, чтобы не попадать в этот кошмар. Ну, это, это совершенно очевидно, но я ее для вас выделила, чтобы просто повторкнуть ее еще раз, что здесь действительно вот на это тоже сделан неважный акцент. То есть, да, я ее прекрасно понимаю, слушаю, заплатите в прекрасном сервисе, чем просто сэкономить. Это, это реклама, я надеюсь, что в принципе в принципе с текстом, в общем, вы поймете активное чувство юмора создателей. Субтитры создавал DimaTorzok, сэкономить. Субтитры создавал DimaTorzok, 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 Д掃шел unl Eb View, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, да! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, как вы понимаете, это реклама, рассчитанная на женскую аудиторию и, собственно, фобии, которые здесь были, могли остановить создатели от подобного креативного решения. Домохозяйки консервативны. Консервативны с точки зрения того, что они смотрят, как они смотрят на мир. Им важно, чтобы была штука для унитаза эффективной, очищала грязь, пахла и все прочее. Поэтому, как бы, разговор идет про химию обычно, про такие средства, еще про что-то. Говорят все, да, там, и еще вот других средств для дома обычно для этого бренда. Уборка – это секс только в фант-мужчин на горничке. Это, безусловно, там, скажем, стартная ассоциация. Женщина тоже, конечно, может это нравиться. Это реклама, как минимум, которую в телевизоре, если женщина ее увидит, ну, еще где-то, допустим, да, она не переключит ее. И здесь в целом, если вы там смотрели текст, я, кстати, поняла, что я его там доказала, вот, но там действительно упоминается то, что люди, то, что люди действительно ценят подобные продукты, да, мы тебя защитим, мы все сделаем чистым, мы подарим там прекрасный запах и все прочее. И, в принципе, действительно, повторное использование продукта каждый раз там плашет, соответственно, нажмите слив. Да, и тут, собственно, раздевание четырех прекрасных мальчиков. Это интересно, ты думаешь про то, что... У тебя это не освежитель для, а, собственно, четыре человека, которые... Но, тем не менее, это прекрасная история с таким стандартным босс-бендом, который используется и который, в принципе, нравится девочкам всех возрастов. Это очень простой инсайд, девочкам всех возрастов действительно нравятся красивые и закачанные мальчики. Всегда. Вот, и, собственно, если там девочка там уже замужем давно и у нее внуки, то все равно, честно говоря, это часть в ней все равно девочка. Она все равно готова на это посмотреть. Действительно, создание новой ассоциации очищения воли замуж. Действительно, что можно петь для сырья много, что это... Но это вот именно как формат босс-бенда, формат мелодии. И многократное использование продукта, как я уже сказала, это то, что они нажимают на свете. Серьезно и опасно. То, что, собственно, скажем, очень сложно тоже обсуждать для медицинских аспектов. Я специально хочу рассмотреть, потому что ролик длинный. Я думаю, что мы с вами его посмотрим не очень долго и пойдем дальше. Значит, спасение жизни – это скучно. Действительно, люди очень хотят задумываться, кто-то кого-то спас, но молодец, но герой, я тут причем. Благотворительность действительно проводит детей и животных и действительно среднестатическому котику помогут больше и чувствуют больше, чем человеку, у которого как бы случилось что-то с сердцем или инфарктом. Людей пугает любая критическая ситуация и не готовы про нее слушать. И это нормальная защитная реакция. Все может быть серьезнее, мафии. Действительно, собственно, ничего. Это дальнейшее решение, оно именно взяло в основу возможность говорить от лица конкретных прав. И ситуация действительно, что люди, которые должны убивать, они занимаются спасением жизни и показывают, как спасать жизнь, она очень интересна для аудитории продакциальность. Продолжение следует... 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 Вот внизу под картинкой название. Это аббревиатура банка. Ну, в общем, если сейчас можно найти, это будет хорошо. Вот, в общем, она просыпается в гостиничном номере, все разбросано, какие-то фотографии, что она, значит, в свадебном платье с кем-то, с кем-то с лошадиной головой, соответственно, к зеркалу смотрит, значит, на себя. В зеркалу удивленно, потому что она понимает, что она, собственно, вчера вышла замуж. Вот, и, соответственно, открывается две Джош Клуни. Вот, отлично, спасибо огромное. Лучше смотреть, рассказывать. Вот, отлично. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, ну, в общем, вот, собственно, там в конце некоторым везет... Такого-то банка. И это очень, как бы, важная история для продукта банковского, да, с точки зрения вкладов, потому что, вот, ну, я здесь написала, да. А, когда я говорила банковский сервис, я имею в виду банковский сервис по вкладам, да, то есть, именно вклад, то есть, не вкладов, да, мужчины способны откладывать, женщины предпочитают кредитки и больше, скажем, подвержены таким случайным покупкам, потому что там вместо одних туфель купить двое, это, в общем, женское поведение, не мужское. Мужчины, конечно, такое могут, но, в общем, в более таких случаях, да, если вы делаете рекламу, в которой хотите, чтобы вы и поверили миллионы, сделайте ее все-таки некую общую потребимую модель. В короткой истории сложно постимулировать желание открыть флат. В принципе, действительно, здесь история всего на минуту, и она, но за эту минуту, из тех образов, которые мы видим, мы понимаем, что этой женщине действительно повезло. Визуальные элементы, которые были использованы, да, в первых 20 секундах, они сразу говорят про то, что, там, это свадьба в Вегасе, это, собственно, свадьба, вот эта вот свадебная подвязка и вот это огромное кольцо, огромный бриллиант. В общем, все эти стереотипы женских мечт, они все перечислены в первых 15 секундах. И перечислено очень эффективно, то есть мы сразу это с вами там замечаем, понимаем, они сакцентированы, очень хорошо смонтирован ролик. Использование известного актера как часть мечты любой женщины. Использование известного актера какого-то там определенного мужчину, действительно, в очень многих это был Джош Куни визуализация этого образа. И поэтому это очень, как бы, важное использование, потому что он все-таки там появляется, вот, и вот, ну, как бы, вот она мечта, но не всем так везет, клуб не один, а жить хочется красиво. И поэтому используйте вклад банка, живите в свое удовольствие. Собственно, это тот месседж, который был вложен и, в принципе, он очень хорошо донесен до женской аудитории. Формула успеха, которая есть с точки зрения создания креативной рекламы как эффективного решения. Тренд – это то, что вы можете определить через аналитику. То есть вы смотрите, что есть какие-то тренды, есть люди, которые, ну, что-то расшаривают. Допустим, вот, как последнее, да, с фразой Медведева «Денег нет, но вы держитесь». То, что это очень быстро оплатили очень многие, очень многие, очень многие проекты, очень многие СМИ, это правильная история. Ну, безусловно, то есть это мемификация на определенную аудиторию. Могу сказать, чтобы ВКонтакте эту фразу не слышала, она интересна. Это мемово ВКонтакте нету, этот мем для Фейсбука и фейсбучной аудитории. Но если ваша аудитория совпадает с аудиторией Фейсбука, то, собственно, это, собственно, мем для вас. Идея, которая внутри, как это все использовать, да, то есть применение, то, что там сделала теледва с огромным плакатом, я не уверена, что это хорошее применение, но это вот как бы образец такого применения. А идея та, которая может быть там в концепции самой рекламы. И скорость – это очень важно, потому что тренды живут очень-очень мало. Если мы говорим про СМИ, про инфонный тренд, мы понимаем, что средняя новость живет максимум 3 дня, в основном 2,5. Если мы говорим про какие-то мемы, которые рождаются и умирают среднюю жизнь мема, как картинки, да, с чем-то прямой недели. Но если мы говорим про реальную историю, если это история с развитием, то история может жить так, если это какая-то вот действительно история, которая сама, какое-то продолжение. Вот таймингов. Если вам пришла в голову какая-то идея, или вам ее предложили, и вы хотите чем-то выделиться и сделать действительно хорошее креативное решение, сделайте это быстро. Потому что если вы используете тренд, который был популярен полгода назад, это, скорее всего, не получит никакой отдачи, и люди уже устали от этого. Значит, и топы разработки креативной идеи – это действительно мониторинг и аналитика трендов. Это очень важная история, потому что если вы не знаете, в каком поле вы существуете информационном, вы точнее будете действовать. Вы идут тренды, исходя из ценностей бренда целевой аудитории. Если вы помните, я вам про платеж, да, говорила, что там есть я, которая возьмет тут же апатит в мобильном приложении. Есть моя мама, которая там сделает это немножко иначе, да, и есть еще там третья аудитория. А я еще говорила, да, про трог женщин, я называю, что это еще мужчины. Поэтому мужчины действуют немножко по-другому, надо понимать, что, что, где, вот куда и так далее. То есть вы должны понимать, что, кем вы говорите, о чем. Сумулирование задачи проекта необходимо у всех в итоге. Действительно так, то есть если, если с точки зрения там всех проектов Тинькова, да, это узнаваемость, узнаваемость, еще раз узнаваемость. Я не вижу, там, ну вот делали они какой-то квест, помните, там, с тяжами, которые были. Квест был интересный, кроме одной маленькой ерунды, что куда-то надо полететь. То есть, и, допустим, это очень важное сокращение аудитории, потому что люди, которые могут взять билет в Сочи, по-моему, куда-то полететь, это очень маленькое вовлечение. И, допустим, вот я, как тоже этой карты Тинькова, я могу сказать, что я видела это письмо, которым они стартовали. Видела этот проект, но мне даже не отложилось, честно. Я просто видела потом еще смс-ку, что я там третий в акции. Моя участие в акции было достаточно насильным, и первые три этапа, собственно, я автоматически принимала участие. Но я не пошла дальше. Мне это не стимулировало к покупкам, мне это не стимулировало к тратам. А призовой фонд, который я увидела, в принципе, не стимулировал ни к чему. То есть, я не буду тратить деньги с какой-то небольшой вероятностью, чтобы это получить. А эффект в итоге, который вы хотите, это может быть узнаваемость продукта, это может быть узнаваемость бренда, это может быть узнаваемость... Опять же, если у вас очень надежный банк, то, в общем, конкретизируйте. То есть, возможно, там, это защита от хакерских атак, возможно, это еще что-то, но просто берите и конкретизируйте это в своей аудитории, тогда вы будете понимать, что вы хотите в итоге получить. В принципе, необходимый эффект мы сейчас рассмотрим с точки зрения KPI, но если, допустим, это какое-то большее количество упоминаний самого проекта, или, допустим, покупок, или еще какого-то использования, то вы этого эффекта достигли. А если, допустим, этого не произошло, то, скорее всего, вы все сделали зря. Выбор инструмента и канал распространения. Естественно, это... Вот, ну, квест может быть, да, история видео, это может быть еще... Да, все, кстати. Собственно, вы должны выбрать канал распространения, это где лежит ваша аудитория и как принимать информацию. То есть, если это текстовое, либо это визуально, это картинка. Если мы говорим про удачные эти проекты, это вот было у Альфа-банка, украинского, если вы помните, когда был тренд с концом света, они тогда сделали такую страницу, кредиты к концу света. И сделали ее очень быстро, и она получила огромное распространение. Я измеряла охват этого проекта за несколько дней просто по СМИ, бесплатный пиар. Это было порядка 12 миллионов человек просто за счет публикации. За два дня охватить... Ну, понятное дело, что это был очень шуточный проект, это не было задачей, чтобы все взяли кредит. Тем не менее, да, вот это стимулирование, все равно завтра умрем, а живем сейчас, и бери кредит. В общем, это важно, то, что было использовано, и, в принципе, это было сделано очень правильно. То есть, вот такой ситуативный маркетинг, он очень хорошо работает. Они взяли этот тренд, они взяли идею предложения кредита, они сделали очень-очень быстро взерстки на сайте и получили профит. Вот. Это вот удачный кейс, допустим, наших банковских решений. Но почему я сказала, что я не знаю удачных кейсов сейчас, потому что он давний, и, в принципе, он такой разовый, да. В целом здесь, конечно, ценность бренда не была отражена никак. Но, в целом, то есть это, допустим, они никак не таргетировали на, допустим, именно украинскую аудиторию. То есть, там, сам текст предложения был на русском, и, в принципе, даже я с удивлением узнала, что это украинцы, а не российские альфа-банки это сделали. В принципе, риски, конечно, были, а, с другой стороны, это очень смешная, как бы, история, она действительно получила именно положительную аудиторию. Не разумывайте долго, тренды уходят. Я, как бы, еще раз акцентирую на то, что если вы поймали тренд, то чувствуете, что вы сейчас делаете, как вы делаете. Производство и реакция – это действительно важный этап, то есть закладывайте, понимаете, что если видео, то видео минимум неделя со съемка, жома, если у вас еще подборок. Кто, что, где, зачем – это важные вопросы, на которые вы должны ответить. Триггеры вашей целевой аудитории. Определите ядро, то есть даже если у вас там 35-55 аудиторий, то определите ядро вашего проекта прямо сейчас и здесь. Возвращаемся к их ситуации, событиям, совершенно, мучения всей мечты и жизни и так далее. То есть очень-очень понятные архетипы, которые использованы внутри. Определите мотивацию и делите внимание дольше двух секунд. Это важно, потому что, скорее всего, в каналах состранения будет интернет в том числе, и люди скроллят ленту. У вас есть две секунды, чтобы посмотреть, чтобы зацепить внимание аудитории, чтобы люди посмотрели. Если человек посмотрел дольше двух секунд, он будет смотреть дальше. Это ошибка всех прероллов на YouTube, потому что вот это вот мучение клиента потенциального целевой аудитории, когда вот этот преролл насильно показывает, поверьте мне, оно не рождает никакой лояльности. Если бы это что-то давало, то там самоинформированность дает. Но я могу сказать, что я сейчас ненавижу там восковые эти эпиляторы и еще какую-то фигню, потому что каждый раз мне ее показывают. Честно говоря, никакой мотивации использовать не возникает. И, в принципе, есть вовлекающие ролики, использующие YouTube, и когда там этот ролик идет 4 секунды, а дальше это добровольное смотрение, и вы за 4 секунды зацепили человека, это 4 секунды стоит дешевле, чем на сильный показ в YouTube, вы сэкономили деньги. В принципе, конечно, самая большая история будет, если вообще не ставить эти прероллы. Но если, допустим, это все-таки рекламная история, то вот те ролики, которые я вам показала, люди бы посмотрели до конца. Определите привычки, связанные с этим потребностями, не обязательно непосредственно касающиеся вашего бренда. Как я вам привела пример с точки зрения платежа интернета, а это, конечно, подсушно, это история с интернетом и моей интернет-заечностью, и моей работой. Мне, да, мне это необходимо, мне необходим этот инструмент, и поэтому я совершаю платеж, и у меня есть одна кнопка из мобильного приложения. И именно вот этот вот триггер для меня срабатывает. Но моя зависимость с интернетом, она очень-очень опосредованно касается того, через мобильное приложение, через карточку эту плачу онлайн. Понятно, что, скорее всего, я это плачу онлайн, и, скорее всего, я это делаю через мобильное приложение. Но, тем не менее, вы должны понимать, что это опосредованно связанная сфера. Не старайтесь повторить шаблоны рынка. Это вот к вопросу о рекламе майонеза. Не будьте майонезом. А чего хотят? Значит, прогноз результатов креатива должен быть в показателях работающих на бизнес. То есть бизнес-категории, даже платежи, или это узнаваемость бренда. Ситуативный маркетинг или сезонный. Ситуативный, соответственно, медведев сезонный. Вот сейчас это лето, окей, там, отпускай, или, допустим, там, шоппинг в Милане. Действительно, конечно, там в Москве сейчас миланские цены, но, в общем, почему бы не полететь в Милан, не поесть упрещенного сыра и заодно не пошопить. Вот, допустим, да, это моя матерация. Вот, и вы, ну, как бы, с точки зрения, там, определения, вот, там, сезонности, ситуативности, вы можете использовать это как дополнительный инструмент влияния. На какие бизнес-показатели может повлиять в сторону роста? Да, потяжи, транзакции, использование, новое подключение сервиса. Ценность бренда тоже величина влияющая на все компании. Да, вы должны это понимать, что вы прибавляете ценность бренда. Я не уверена, что ценность бренда Тимфова после вот этого теста, в принципе, прибавила стоимости компании Тимфов в банке. Ну, может, скорее всего, и по транзакции, уверена, что тоже. Проект может работать на разное дело, в том числе и чар. Да, то есть вы можете создавать через креатив, допустим, репутацию не только своим каким-то продуктам и сервисам, можете создать репутацию как хорошему месту работы. Ну, и действительно, не делайте креатив ради креатива. Я не могла этого не сказать, потому что очень много рекламы делается ради рекламы, к сожалению. Измерение в собственность. Есть вот KPI-трафика, онлайн-реклама, KPI, продажи или лояльность. Вот эта вот пирамида очень прозрачная, она, собственно, показывает про то, что действительно у вас могут быть вот эти вот любые измерения. И любая категория, может быть, вы никогда не думаете, что реклама, она, это деньги, выброшенные на ветер, это инвестиция. И креативная реклама, это еще больше инвестиция, потому что вот эта вот лояльность на вершине пирамид, она стоит очень дорогого и возможного. Оценка креатива, да, какой бриф такой креатив, соответствует ли брифу, насколько соответствует аудитория, насколько выражена потребность. Вот понятные совершенно категории, по которым вы можете измерить креатив и понять креативные идеи, которые там предложены или выработаны. Соответственно, соответствует ли бренду, нигде ли нарушается бренд-бук, ну, в принципе, с точки зрения, скажем, не с точки зрения линий, да, а с точки зрения ценностей. Вот, честно говоря, конечно, ценность бренд-бука Тимкова я бы хотела посмотреть, потому что мне даже интересно, есть ли там ненависть в человечестве. Легко ли узнать, какая компания рекламируется, если убрать логотип, это важно действительно. Еще раз, да, возвращаясь, почему я говорю, там, идете в фотобанк и берете для своих банковских рекламных проектов стандартные фотографии стандартных семей со стандартными подписями. Вот, если убрать логотип, все эти рекламы обычно одинаковые, вот и все. Это очень важная история того, что происходит, к сожалению, на банковском рынке. То, почему я говорю еще раз, что нет хороших креативных решений. Вы можете выработать их первыми, и это будет здорово. Легко ли понять креатив, понятно ли, что предлагают, в том числе легко ли разглядеть, прочитать, расслышать. С точки зрения того, что не открывают 60% видео в YouTube, то лучше всего делать вот как с котиком или писать текстом. Это очень важная история. Я на TED, если вы знаете TED-проект, очень многие ее видела, и они именно с текстом, который идет, потому что действительно я влюблю себя на том, что я слушаю. А если у вас слишком много сделано на звук, то, собственно, лучше сделать все так, что люди могут не услышать это. Но все зависит от канала. Если это ПВ, то, конечно же, звук. И условно, тоже нужен. Но если, допустим, звук выключен или что-то еще отвлекает человека, он, допустим, рекламу смотрит в свой телефон, то вы должны понимать, что же это модель потребления рекламы. Отличается ли от фона? Насколько выделяется на общем рекламном рынке? Насколько отличается от ваших конкурентов? Это совет относительно того, что, собственно, не повторяете. Что не может дать креатив? Изменить компанию внутренних сил. Вращаемся в Эмирейт. Не изменит это один веселый ролик. Изменить сервис. Или измените, и тогда уже делайте креативный ролик, расскажите об этом людям. Мгновенно ухудшит репутацию. Мгновенно не сможет. Каким-то течением времени, повторением сможет, да. Долгосрочный рост продаж. Долгосрочный – нет. Сделает, скорее всего, краткосрочную какую-то импульсивную покупку. Итоги влияния креатива. Узнаваемость бренда. Вы можете рассказать преимущества перед конкурентами. Обосновать цену продукта. Если она повышенная, то опять-таки, чтобы основать, да, как Эмирейт. Как, собственно, Мерседес, да, через, собственно, вот эту вот обтекаемость. Вовлечение аудитории, если это... Какое-то надеяние. Действие с покупкой и симпатия аудитории. Меня не клипает. А не оценивайте по себе работу или гендиректору. Там, наш гендиректор считает. Ну, пусть считает. Вы делаете на клиента или на гендиректора. Не думайте, что канал – это основное. Если вы взяли YouTube-блогера, как вот Сбербанк, да, основная ошибка. Взяли YouTube-блогера. Сейчас у вас все будет хорошо. Нет. Потому что канал, инструмент – это не основное. Мемы – это история и идея внутри. Не делайте мемы подбросить. Не делайте мемы четко отфотошопленные, там, я не знаю, красивые, с фотографиями фото. Мем – это UGC, это Using Generated Content. Он сделан на коленке, плохие фотографии. Вы должны понимать, что если вы используете это креативное решение, то, пожалуйста, ну и всех остальных. Не скрывайте от агентства и себя бизнес-задач. Это действительно так. Не заставляйте аудиторию разгадывать требования. Не думайте, что кто-то должен понимать телепатически то, что вы хотели сказать. Не забывайте про ментальность, то, что я вам рассказала, да, про отбеливающий крем, который не пошел на американском рынке, собственно, потому что ментальность. Не делайте, потому что это модно. Опять, блогер, Сбербанк, окей, модно. Эффективно – нет. Не приходите с железобетонной идеей, которая не может быть крикой или измененной. Не ждите чуда, безусловно, не ждите чуда, потому что это результат работы. Еще раз, да, потому что я вам сейчас объясняю, это результат работы. Всегда говорите «да», свежим трендом, который еще никто не взял. Не повторяйтесь. Идеи модблогеров и те, кто лучше знает свою аудиторию. Если вам блогер советует сделать что-то иначе, сделайте лучше это иначе. Всему, что даст дополнительный импульс. Это вот сезонность, это дополнительные трингеры. Простым идеям. Действительно простым, понятным, прозрачным. Предварительное тестирование. Если вы можете где-то что-то там посмотреть, как это даст какой-то импульс или какой-то результат, сделайте это. Ну и торректировка в процессе. Это очень важная картинка, которая вам должна вспомнить, как все работает. Она просто важная, потому что зрение разработки, креативные идеи и реализации тоже вот не в этом мире, вот это вот на пересечении. Это очень важный пункт. Прекрасная реклама котика. Да, симпатичный котенок. Вот. Возвращение цены и промо. Мне не очень нравится сама по себе. Ну, как сделано, вот этот синий фон, это, по-моему, ужасно. Но она очень точная. Ваши выгоды, да, выгоды котенка. И скидка, и сейл. И это работает, да. В общем, семья будет рада, подарит счастье. Ну, честно говоря, ловить мышей, конечно, сейчас не очень актуальная история. Ну, я хотела, честно говоря, поиграть с вами, ну, я имею в виду, там, взять какие-то ваши идеи и попробовать их разобрать или какие-то задачи. Но вряд ли мы, конечно, успеем сейчас, это оставшиеся 12 минут. Поэтому давайте лучше мы поговорим о вопросах, которые у вас есть, на то, что я вам не рассказала или не показала вам. Сейчас я попытаюсь быть в центре камеры. Какие-то вопросы, которые вы можете задать мне в оставшиеся 12 минут. Простите, можно разговаривать два часа, но я как-то это сделала. Вот продукт-плейсмент небольшой. Коллеги, есть кто живой? Безусловно, я не смогу вам сейчас дать креативное решение, которое вы завтра можете сделать в видеоролик. Не смогу. И никто не сможет, потому что все-таки надо, во-первых, подумать. Действительно, креативная идея в мире, в мире, скажем, я могу сказать, на каких территориях. То есть, допустим, там, брать пример Велфарго американский. Они часто делают интересные проекты. Я не могу сказать, что это бы своботало в России, но они делают. Три назад, с точки зрения прохождения. Что сказать? В общем... А, ну, да. Ну, только это не банк, это банковский сервис. Рокет. Рокет-банк как сервис, когда вот они поссорились с Тиньковым, и они стали делать вот тогда как раз первую игру сделали, вот эту вот. Она была вот реально настолько веральной, что я знаю, что поиграли все, кто только мог, и даже те, кто просто не являлся. Ну, и так как все-таки Рокет, он очень много работает над лояльностью, над сервисом, как бы с этой точки зрения они прям... Ну, то есть это тогда, когда у них решены базовые проблемы, они завоевывают аудиторию через дополнительные инструменты. Какие провалы работы маркетинга можно нивелировать креативом? Юля, да, они себя банком называют, но они все-таки сервис, говорите правду. Они сервис при банке открытия. Открытие, кстати, с точки зрения рекламы с Роналду, это была ошибка. Потому что Роналду в России, он для особенно мужской аудитории, он гей, абсолютный гей. Он слишком сладкий. Но он, конечно, успешный. Ну, и в общем, он не является там сливой аудиторией, а там отражением сливой аудиторией. А с другой стороны, для женщин, да, он такой сладкий, симпатичный, но как, в общем, тоже не очень понятная история, что они хотели сделать с этим всем. А когда помните банк Траст, который там такой же, как Брис Уиллис, только Траст. Вот, ну, то есть это было очень хорошо с точки зрения веральности, да, то есть узнаваемости. Я даже запомнила, что такой банк существует. Но с точки зрения того, что я начала верить в его надежность, из-за того, что там крепкий орешек, наоборот, как бы, Брис Уиллис – это решение каких-то там, да, проблемных ситуаций. Провалы работы маркетинга, которые можно нивелировать креативно. Если это была какая-то неправильная рассылка, то вы можете просто сделать другую ссылку. Более креативную или сделать какое-то креативное сообщение. Если это была какая-то ошибка, которая там привела к мумификации, шуткам на тему, начните шутить над собой. То есть если вы это можете превратить в самоиронию, то да, и запустить это самостоятельно, как самостоятельное продвижение. Но очень часто, вот как сейчас, используется, да, там, повторением каким-то неправильных решений. Да, орешек в банку не помог, да. Не пришел в образ России. С точки зрения каких-то решений, которые сейчас делаются, вот, ну, помните, водка Белуга, что ли, когда был скандал с фотографией с Собчакой, с водкой. В смысле, с чёрной икрой, с водкой и такое. Вот потом, типа, это пошло в шут, ну, то есть ни стимулирование покупать водку Белуга, ни, там, не знаю, ни чёрной икры, и, в общем, ну, ни о чём, правда. Они попытались исправить свою ошибку, но не исправили. То есть креатив может помочь, чтобы тогда, когда вы действительно свою ошибку превращаете в самоиронию, и это действительно очень ценится аудитория, самоирония. Даже просторные, скажем, бабушки и одноклассники. Ещё вопросы? Да. Я прям чувствую, что я рассказала всё, что смогла обратиться. Всё охватило, и у вас нет вопросов. Ну, в общем, писала варианты, как меня найти в Фейсбуке, в Телеграме, если у вас были какие-то дополнительные по курсу. Вопросы или вот как раз с кем какие-то там полные инфографики, которые я использовала. В общем, вот оно. Креативные финансы должны замазать внутри или агентство? Честно, креативный финансист, это звучит странно. Прежде всего, при истории с психологией восприятия, вы не можете выйти за свои какие-то заранки, за свои рамки, за возможность посмотреть на другой стороны. И, в принципе, если мы действительно специализирующие на чём-то агентстве, лучше агенту доверять ему выбор. Единственное, вот эта инструкция, которая у меня есть по оценке креатива, которая, собственно, была, она вас спасёт от очень большого количества ошибок. Смотрите, как бы, ваша задача, ну, допустим, вот есть СИС-админ, который там чинит всё там, если что, подстают работать какие-то программы у вас на компьютере. Есть уборщица, которая убирает в вашем отделении. Есть, опять-таки, анис-кассир, который выдаёт деньги. Есть лидер, который выполняет свою работу, единственное, вы можете просто правильно это оценить. И я бы давала им это, а не занялась устоятельно, потому что... Всё-таки всего у вас есть задача определения рамок и критериев. У вас задачи самостоятельного креатива. И, в принципе, с точки зрения выбора агентства, у вас просто есть возможность большого выбора решений, а не только тех, которые вам лично пришли в голову. Где-нибудь в районе эвакуационности, как ее определить? Я вам уже, на самом деле, сказала. С точки зрения, соответствует ли бренду, безусловно, потому что... И соответствует ли мастер. То есть, если вы понимаете, что вы не задеваете негативных сторон ментальности... Вот почему я говорю так, да? Потому что они своей игрой с Тиньковым, да, который, как это, там, щенок, смузи и всё такое, они не задевают ничьи грани. Они... Они пошли в негатив, потому что, как бы, окей, да, посмеялись на Тинькову, ну, как бы... А вот в этой грехзии, да, вот, ну, в этой, там, части, и как бы такое мнение, которое... Ну, и женщина, которая получает результаты серии «Ты был бы геем?» и она такая... «Я геем?» Вот, как бы, с точки зрения... Нетрадиционных, я допустила, это такое, вот, говорила, там, вот, а можем ли мы использовать, там, формулировку, ну, это, правда, кино, поэтому, как бы, кино легче, тем более у нас, как бы, да, мы можем себе позволить какие-то вольности с точки зрения обращения. Вот, я вам говорила, это то, что, там, нельзя называть петухом, вот, там, да, раз, он, вот, действительно, более оскорбительный, ну, вот. Хотя это слово, вот, официальный терм, такое, в общем. Но, тем не менее, это обидно. Надо понимать, какие слова, какие киноеровки вы используете. Ну, у нас, в принципе, уже, еле. Я, к сожалению, не вижу, что вы подписали для меня, чтобы отправить, и поэтому я не могу сказать, что, вот, все вместе. Ну, кстати, с точки зрения, только, с точки зрения задевания каких-то анальных струн, да, там, вот, по камере эти был, по котике, и вот, все, что-то. И не идите по нигде, но в целом вы можете использовать, как он сказал, история с кем-кемией. Она, 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 с одной стороны, пронна, да, там, не быть не пронна, а хочется, чтобы дальше у людей. И вот, если вы пойдете играть, да, как бы тут важно, там, не назвать никого лохом, если вы этого не делаете, то, в общем, в принципе, по вопросам. Спасибо за вопросы, в любом случае, а, может быть, и с нами в следующем программе. И, честно говоря, конечно, это все очень индивидуально, по индивидуальным причинам. Окей, я тогда с вами прощаюсь, нажимаю кнопку и... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...